Здравствуйте. Проходите, не стойте в дверях. Нет? Меня зовут Васин Юрий. Я сегодня расскажу про историю реверса IP-камеры Дахуа, про некоторые недокументированные возможности, оставленные разработчиками камеры. Ну, немножко поговорим, как расшифровывается прошивка. Поднимите руки. Кто знает, что такое IES сразу? Хорошо. Будет хорошо. Вот. Вообще немного обо мне. Я занимаюсь реверсом чаще всего каких-то железок, различных архитектур, ARM 8051, S86, ARK и прочее. Вот. Собственно говоря, поэтому камера оказалась в моем поле зрения. Вот. И теперь о чем будет доклад, вот прям по главам. Я немного расскажу, как получалась прошивка от этой камеры, вот как она распаковывалась. Потом небольшой анализ, перед которым были сделаны выводы о том, что прошивка зашифрована. Собственно говоря, расшифровка этой прошивки. Вот. Немножко покажу маленькие интересные фишки, оставленные производителем для отладки этих камер. Вот. Потом мы с вами вместе разберем, как формируется QR-код. То есть можно получить на камере через SSH Shell. Вот. Для этого надо будет немножко посканировать QR-код. И после чего я расскажу о том, как камера загружается, какие модули, в какой последовательности, и где здесь могут быть проблемы. Ну и потом будет серия вопросов, если будут. Вот. Ну, собственно говоря, первый этап – это получение прошивки от камеры. Вот. Какими способами можно получать прошивку для embedded устройств. Обычно можно ее скачать. Это самый простой способ. На данную камеру на сайте производителя прошивок не было. Вот. Но другой самый простой способ, который знаю я, это пойти в паяльной станции, взять с платы, спаять SPI-ку, вот, прочитать прошивку. Собственно говоря, это было сделано мной. И первое, что надо, как-то проанализировать вообще весь большой-большой там прошивки. Вот. Натравив на него Benvolk, я увидел следующий список партиций, которые представлены на слайде. Можно так вот бегло прочитать, что есть какой-то парт, парт 2, romfs, romfs2, есть web, web2. Но это такие партиции, они друг друга дублируют, бэкапы. И есть партиции, например, uboot. Вот. Но забегая немного вперед, можно сказать, что вот Benvolk на данном этапе не показал все партиции, которые есть. Вот. Почему мы разберем, поймем чуть дальше. С чего, что еще важно заметить, что uboot, это такой модуль, который загружает ядро чаще всего. Вот. Его часто используют. На данном этапе выглядел не очень внятно. Его так в виду не позагружаешь, энтропия высокая, но он зашифрован. А, извините. Его можно загружать в виду. Ошибка. Вот. Но кроме uboot, были все остальные партиции, вроде kernels romfs, которые, казалось бы, хорошо бы поисследовать, были зашифрованы. Вот. Первая в списке, это партиция под названием part, она была тоже внятной. В ней был один файлик. Вот. С чего как бы все началось. Как я начал дальше разбирать весь дамп, в этом файлике содержались все эти размеры, всех модулей, которые есть. Вот если сравнить вывод Benvolk на предыдущем слайде с модулями в этом списке, то окажется, что раньше вы не видели, например, модули мини-бут в списке. Или HVID, или DGS, или CISLOG, или конфиг, или бэкап. То есть большое количество модулей Benvolk не показал. Вот. Воспользовавшись данными из этого файла, я разобрал весь дамп, получил модули, начал смотреть, что из них хорошо выглядит, вменяемо, внятно. Это был убут. Вот. Был мини-бут. А ядро по-прежнему нет. То есть даже если убрать с этого фсета по этот размер, то есть это не совсем то, что надо, оно все еще зашифровано. И следующее, что я буду рассказывать, вот здесь уже можно потихонечку начинать сосредотачиваться. Это схема, как шифруется ядро. Мы ее сейчас будем разбирать последовательно. Она достаточно большая. Здесь придется немножко запомнить с одного этапа про один ключ, который наслоится на другой ключ. Вот. И в конце будет получено ядро. Вот. Ядро сейчас на данном этапе выглядит вот так, а убут выглядит вот так. Собственно говоря, зная, что убут – это загрузчик, который популярный, всегда загружает ядро, с него начинать ресерч было очень удобно. Часто убут предполагает какой-то вывод в UART данных. Например, через UART можно вводить какие-то команды убута. На разных устройствах набор команд может различаться, но в данном случае набор был достаточно полный. Была команда bootm. Команда bootm в убуте предполагает, что можно загрузить какой-то модуль по какому-то адресу. То есть отправив команду в консоль убута bootm с названием kernel и, например, 0x2.2.5.0 будет ядро загружено по этому адресу и запущено. Собственно, я начал исследование как раз с того, что разобрал убут немножко, чтобы найти обработчики всех консольных команд, которые есть. Вот на данном слайде представлена обработка команды bootm, то есть bootm-хендлер. И здесь вот прям сразу по строкам бросалось в глаза, что есть строчка retry bootm-decrypt. Видимо, здесь камера хоть и китайская, но итальянцы какое-то участие принимали в разработке. Дальше, раз функция decrypt есть, в нее можно уже углубиться и точно так же по строчкам найти функцию блока yes-decrypt. Получается, что любой модуль, который был бы загружен в различных устройствах, которые я там смотрел до этого, он бы просто загрузился по какому-то адресу, если он не зашифрован. В данном случае команда кастомизирована, и она по умолчанию всегда расшифровывает модуль, который пытаешься загрузить. Дальше углубиться можно в блок yes-decrypt функцию и увидеть, что есть три здоровские функции. Одна это firmware getkey, другая issetkey и isprocess. Вот с этого момента прям надо быть уже внимательным, если хотите эту схему осознать до конца. Стоит сразу отметить, что firmware getkey, он будет потом наслаиваться на ключ yes-decrypt для расшифровки. И внутри формирования ключа yes-decrypt будет еще формироваться один ключик для формирования основного ключа, собственно говоря, также yes-decrypt. Ну и давайте немного по порядку. Это функция firmware getkey. Здесь уже выйдя в скриншот представлен, то есть это уже разобранный код. И откуда что получается? Так если смотреть, то видно, что из памяти берется из data for sha массив, копируется, после чего на него накладывается строчка, на его первые несколько пайлов. Это строчка ssc25. ssc25, я так предварительно это уже знал, потому что я смотрел на плату камеры, я знал, что на ней стоит контроллер, который называется ssc25. На него не очень много документации, но в целом, по-моему, я смог именно на него найти какую-то блок-схемку с какими-то его модулями. Это очень популярный контроллер для камер, потому что он содержит все необходимые модули как раз для IP-камер. То есть его нужно поставить, и на его базе многие производители что-то делают. Документов на него никаких нет, кроме одной схемки. Здесь, получается, берется из памяти захарткоженные данные, на них накладывается ssc25 строчка, после чего это все отправляется в алгоритм msh-256. Про sh-256 все знают? Кто-нибудь знает? Но msh-256, выхлоп после подсчета, это 20 байт. 0x 20 байт. Собственно говоря, захарткоженные данные со строчкой прогоняются через алгоритм sh, после чего первые 10 байт и последние 10 байт нет результата, ссорятся между собой. Это вот цикл форм внизу. Таким образом, в фермваре get key ключ, который формируется на данном этапе, это 10-байтовый ключ. 0x 10 байт. Едем дальше. Здесь, правда, есть слайд, где все то же самое, что бы у меня считалось. То есть я достал данные из прошивки, которые были захарткожены. Вот все проделал со строчечкой ssc325, после чего посчитал sh и тоже показал результат, чтобы фермваре get key получить. Дальше перемещаемся в функцию isset key. Вот в нее, тут сразу стоит отметить, что в нее передается key в качестве аргумента, первого аргумента. Это как раз и есть ключ, полученный в результате фермваре get key. То есть 10-байтовый ключ. И здесь, в самом низу слайда, показана, есть вызов функции mmcopy, который на ключ IES, о котором в данном случае слот of set называется, его первые 10 байт перетираются в фермваре get key. То есть у IES 256 это 20 байт ключ, первые 10 байт перетираются 10-байтовым ключом, полученным на первом этапе. Но вопрос остается, как же получается ключ IES. и поэтому мы углубляемся еще ниже, чтобы посмотреть, откуда берется это. Вот. Справа на слайде показана функция, которая вызывается слева. Это set slot val by default. У нее сразу стоит отметить, что в зависимости от аргумента слот из данных, которые есть в прошивке, выбираются один, второй или третий массив. Забегая вперед, я сразу этого не знал, то есть я это называл просто функцией слот, выглядело, как будто это какие-то там разные ключи или разные части какого-то девайса, IES может быть. Но в общем, забегая вперед, можно сказать, что это берется массив для расчета ключа ядра, другой массив для расчета ключа файловой системы и для расчета environment, партиции, которая иногда бывает, но в данном случае не было. В общем, можно получать в этой функции три разных ключа. Как они формируются? И тут опять все захардкожено, то есть из памяти берется интер-аррэй, с которым проводится в цикле какая-то магия. Ну ее очень легко повторить на питоне, я, собственно говоря, даже не вникал, что это и как это. Вот, может здесь вот видно, несложные действия. После чего мы получаем SRC pointer массив, который здесь называется. Дальше смотрим вниз и видим, что вызывается функция encrypt AES. То есть получается, что внутри формирования AES-ного ключа все равно вызывается какая-то функция AES encrypt. На вход алгоритму AES подается, если он в режиме там CBC, в общем, как здесь, то подается какой-то ключик размером 20 байт и подается IV этой вектору инициализации. Вот. И какие-то данные, которые шифруются. В данном случае надо посмотреть, как это все формируется и то же самое сделать. Вот. Если так вот бросаются, тут есть комментарии, где делается IV, где делается ключ. Вот. И IV это просто набор байтиков 0x65, 65, 65. А ключик для AES на данном этапе это определенно такая строчка из 0x20, 0x21, 22 и там что-то. Что-то в течение 10 байт и потом еще вот есть цикл, где следующие 10 байт заполняются. Дальше я покажу, как это все выглядит. Вот. А данные, которые шифруются, это как раз то, что мы получили вначале. Первый массив, с которым проделалась какая-то магия. То есть получается, мы из-за хардкожных данных провели какой-то небольшой подсчет. Вот. Потом сформировали ключ, сформировали IV и зашифровали это все AES. Выход на данном этапе это опять 0x20 байт, зашифрованный AES. Куда они идут дальше? Сейчас будем смотреть. Вот. Собственно говоря, все это сделано на питоне. И что происходит дальше? Как я уже говорил в самом начале, когда надо было сосредоточиться, что вот ключ, полученный AES сейчас, первые его 10 байт будут перетерты в фирмваре get.keem. Собственно говоря, это и будет ключ, на котором зашифрована партиция ядра. Вот. Дальше тут возникает такая интересная штука. Всегда, когда реверсик в статике, ты увидел что-то, думаешь, ага, все понял, надо срочно повторить. Не сложно, повторил, расшифровал, получил фигню. Вот. Пришлось смотреть дальше. Собственно говоря, идти в функцию AES process. И здесь оказалось, что помимо вызова в цикле AES decrypt или AES encrypt, в зависимости от аргументов, постоянно еще вызывается плачок, показанный снизу в рамочке красной. И здесь видно, что в зависимости от переменной count-блок может пропускаться какое-то количество байт при расшифровке AES. То есть по умолчанию в эту функцию передавалась циферка 1. 1 сдвинутая на 9 бит влево, это 0x200. И то есть по умолчанию ядро расшифровывается так, что первые 200 байт расшифровались, следующие пропускаются, потом следующие 200 байт расшифровываются. Но в зависимости от этого аргумента можно, собственно говоря, пропустить большее количество байт 0x200, 400, 600 и так далее. Ну вот здесь немножко я расстроился, конечно, что сразу не получилось. Потом доделал, и все получилось. Получил ядро и уже так вот нарисовал вот эту схему, когда все понял, как это работает. То есть на первом этапе мы получаем то, что слева это фирмвари-гетки, который бьется пополам, ксорится и получается вот прям этот ключик. Потом он наслаивается на ключ, полученный на втором этапе. Ключ на втором этапе тоже можно посчитать. Он формируется из захарткоженных данных, пошифрованных AES, на захарткоженном ключе, который вот показан и такие, и IE. После чего у нас есть ключ для расшифровки прошивки. И здесь вот еще одна маленькая штука, которая всплыла там тоже как раз когда реверс все же сделал, не получилось, пришлось смотреть дальше. Это вот IV, который нужен для расшифровки именно ядра. Он формируется тоже не захарткоженный какой-то, а у него первые 4 байта соответствуют номеру блока, номеру чанка по 0x200 в прошивке. Вот. В общем, радостный был я, когда расшифровал ядро. Думаю, ладно, сейчас буду расшифровывать партицию, с файловой системой, пытаюсь, опять ничего не получается. Ну, ладно. Немножко попросил коллегу, говорю, давай посмотрим, это все с эмулируем. Вот. Пока он эмулировал, я немножко потыкался, подумал, думаю, ладно, наверное, есть вот этот аргумент, которым можно пропускать не 200, а 400 байт или 600. Сделал цифру 2, чтобы пропускать два раза по 200. И получилось таким образом расшифровать еще и партицию файловой системы. То есть вот здесь показано, что в ядре пропускается 200 байт, в ROM файс 400 байт. В общем, данные, которые вот выхлоп с этой головы, так интересно. Ну, во-первых, все захороткожено, все можно посчитать, надо немного пореверсить. Вот. Используется IES со схемой CBC, размер 256 бит, иногда может пропускаться что-то кратное 0x200, а IV для каждого блока формируется как номер этого блока, и остальные байтики заполняются нулями. Что у меня было вот на руках, сейчас есть, можно расшифровывать прошивки от камер похожих. Это как бы ключ для, точнее, данные для формирования ключа ядра, данные для формирования ключа файловой системы, данные для формирования инвайронентов, и получается есть какой-то захороткожный массив для IES и для данных. Собственно говоря, вот сейчас это можно уже как-то использовать. В общем, на этом этапе получил я ядро и файловую систему. Дальше, ну, само по себе ядро особого интереса так вот не представляло, поэтому начал смотреть файловую систему, какие есть бинари, как что работает, есть ли там SSH, есть ли какие-то дополнительные протоколы. И немного интересного такого, что повеселит. Здесь уже не так сложно. Это вот производитель камеры духа любит оставлять странные кастомные строчки, которые в первом случае, если при подключении к камере по SSH после вот этой строчки добавить пароль админский от камеры, то вы сможете по SSH к ней подключиться. Вот. На второй картинке это строчки, которые формируют ключи для сохранения конфига камеры и загрузки потом конфига на камеру. То есть вы можете на камере выбрать опцию экспорт конфиг, дать камеру своему другу, он с ней будет несколько лет что-нибудь делать, а потом вы, чтобы свои настройки не восстанавливать, сможете конфиг импортировать. Но вот конфиг, он не будет лежать в открытом виде, он будет зашифрован на ключах, которые формируются из строчек, показанных здесь. Но это вот не прямо какие-то мои открытия, тут ссылка на GitHub есть в целом. Вот это давно известно для этих камер. Даже есть тулза, которая может этот конфиг расшифровать, зашифровать. Ну, пошел дальше. Думал, хорошо, есть SSH. Надо подключить. Пароль я админский знаю, строчку магическую знаю, подключился. В SSH консоли вижу 4 команды доступные есть. Это shell, help, get data и диагноз. Вроде так вот get data потыкал, работает. Думаю, хорошо, надо нажимать, вводить shell. Ввожу shell и вижу в консоли QR-код. Это забавно, да, большой экран. На нем тут пас QR-код в SSH на консоли. Вот, но я его отсканировал, пошел на сайт, вот, так сказать, начал смотреть, как все это работает и сейчас вот буду рассказывать вам. Собственно говоря, QR-код содержит в себе URL. В URL есть название сервера и есть три параметра. Один это V, другой U и T. V сразу скажу, это всегда двоечка. А U это, наверное, от слова юзер, потому что перед тем, как получить QR-код в консоли, вы вводите shell и вам камера говорит, введи мне domain account. Domain account в интернете там люди как-то говорили, не работает, но на самом деле может там есть нюанс, что надо вводить только циферки. То есть туда не надо вводить какие-то буквы, еще что-то, прям циферку один вводишь, QR-код получаешь. И это domain account это просто какая-то юзерская константа, которая будет использоваться для формирования данных дальше. Собственно говоря, что за параметр T надо смотреть было. Вот. Все это делается в модуле не прям вот SSH, который не бинар SSH это делает, а есть модуль DSH. Ну это видимо D от слова Dхуа. В нем формируется такая достаточно большая жирная структура размером 0x 2d byte. Вот. И здесь представлены ее поля. Первое это как раз domain account, это то, что вот ввел пользователь, оно сохранилось в структуру. Следующее это двоечка. По умолчанию всегда двоечка. Потом в нее сохраняются две части мак-адреса. Потом сохраняется текущее время системная скамера. Записывается 32-битное рандомное значение. Self-pointer на эту же структуру, то есть структура хранит себя, указатель на себя же. Туда же сохраняется по-моему 15-байтное значение. Это которое здесь называется serial. И собственно говоря представлены а есть еще пустое поле одно. Вот вся эта структура дальше шифруется на публичном ключе, который есть на файловой системе камеры. Шифруется аналгоритмом RSA. Кто знает как работает RSA? Людей становится меньше. Вот. эта структура шифруется публичным ключом и результат вставляется в качестве аргумента t.vurl после чего идет какая-то проверка данных, то есть после вам вылетает QR-код, вы можете по нему перейти и получить какие-то данные с сервера духа. Эти данные, которые вам возвращает сервер, вы можете ввести потом на камеру. Если результат совпадет с тем, что ожидает камера, то вы получите тот шелл заветный. Снизу показана функция, которая проверяет а что за данные, что ждет камера. Камера ждет собственно говоря эту то есть получается, что она ждет эту же структуру, но ее посчитанный md5 хэш и от него берет делать небольшие битовые сдвиги, после чего 8 байт результата сверяется с тем, что вел пользователь. То есть получается, что вот эти данные зашифрованные улетают на сервер, там раз шифровываются, считается md5 и возвращаются пользователю, чтобы он мог ввести какой-то своеобразный пин-код, пароль для камеры и получить shell. Что известно на данном этапе, это RSA 2048, у RSA 2048 есть рандомный пайдинг. Здесь создается URL, шифруется, получается QR-код. И что нужно получить в результате? Надо получить MD5 от структуры QR-кода, потом какой-то магический сдвиг сделать и взять от него 8 байт. Вот схема, как я себе это вижу, как она скорее всего есть, это показано здесь, то есть QR-код зашифровался на ключе, получилась ссылка, передали данные на сервер духа, там расшифровались, посчитался MD5, сделался какой-то сдвиг, выдался код, код можно передается пользователю, пользователь вводит его на камеру, получает шифру. Кто знает, как это эксплуатировать? Хорошо. Это меня радует, потому что я это тоже не эксплуатировал, потому что есть нюанс у RSA 2048, при том, что шифруется только 0x29 байт, добавляется всегда, то есть там схема шифрования, которая использует рандомный паддинг, это можно было посмотреть, там используется OpenSSL, можно было немного на него посмотреть, понять, что используется схема с рандомным паддингом. Получается, очень большое количество рандомных данных добавляется к тому, что уже казалось бы известно, то есть структура, в ней двор неизвестный был бы, который рандомный, и еще куча рандомных данных. То есть побрутить это достаточно трудоемко было бы, поэтому я это отложил, не стал делать и поехал дальше. Но все равно какого-то результата хотелось добиться от камеры, чего-то я уже узнал, чего-то нет, и поэтому давайте поговорим о том, что такое цепочка загрузки, как она реализована на этой камере. А кто знает, что такое цепочка загрузки, как их реализуют, зачем их реализуют. Но есть такая нестареющая классика, это делают цепочки загрузки, когда первая часть ROM-кода захардкожанного в чип как-то должна проверить последующий модуль, который загружается. Ну это мини-буд, может быть лев-буд. И если этот модуль легитимный, то его можно использовать, загрузить и продолжать работать дальше. То есть какой-то маленький модуль загрузил последующий доверенный модуль, следующий, следующий, следующий. Что я точно знал? Мы вот по этой схеме цепочки загрузки пойдем сейчас снизу. То есть я точно знал уже, что ядро распаковывается из такого маленького предзагрузчика ядра. Я точно знал, что этот предзагрузчик ядра подписан на RSA и Ubuntu это проверяет. То есть на данном этапе я думал, сделано как-то корректно. То есть RSA это вроде надежно. Вот. Но начал смотреть выше откуда получается Ubuntu получается загружает его предзагрузчик. И вот на данном уже этапе немножко защита так слабеет. Это проверка CRC32. Но это уже можно вроде и проатаковать если что. Но и уже не очень выглядит. Поднимаемся выше и смотрим, что этот предзагрузчик Ubuntu загружается из мини-бута. И при переходе из мини-бута в Ubuntu идет проверка уже просто чек-суммы. Она немножечко такая кастомизированная не самая стандартная но тоже уже не сложно. Дальше поднимаясь еще выше становится возникает вопрос а кто загружает мини-бут? Мини-бут загружается из рома. То есть это первый модуль который загружается. Ром это код который есть в чипе и должен должен как-то проверить мини-бут вот я не знал как это я знал но сразу проверить это можно было только одним способом правишь мини-бут и смотришь работает оно или не работает то есть я поправил мини-бут камера запустилась вот я поправил какие-то строчки в логе они вот работают вот здесь вот показано что это пятая уже версия там моего патча поэтому циферка не 117 мегабайт а 517 мегабайт вот строчку там убут можно уже поправить в общем такими такими вот действиями получается что можно проатаковать в самом начале на этапе загрузки камеру после чего вы все остальные проверки можете уже скипнуть можете убрать можете там как хотите в общем решить и так вот ну я вот данной камере доезжал до убута то есть вот там в какой-то момент я уже подумал ну хорошо я уже сейчас буду отлаживаться я там уже добавил в свою команду вывода в Word того что мне хочется и кидал данные она мне выводила я так что-то там я проверял как работает кастомная чек сумма вот ну на данном этапе исследование подошло к концу собственно говоря здесь вы можете задать уже свои вопросы и как-то заканчивать можно есть ли вопросы все модули мини-бут убут все лежали в спайке мини-бут и убут были не зашифрованы их можно было сразу то есть вот с цепочкой загрузки можно было попробовать прям сразу но это было не так весело как прошифровать ядро вот но и атака на ядро или на дальнейших этапах была бы более эксплуатабельна чем вот брать править мини-бут и запускать камеру и потом править еще кучу-кучу проверок нет а там вот эти шифты они сдвигали нет шифты можно повторить но это несложно нет 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 она прям можно было посмотреть да ну я бы сказал что нет но вот внимательный зритель мог бы заприметить с глазом если отлистать назад что энтропия на левой и правой картинке разное если вы видите энтропию я ее вижу секунду извините он просто не листается я даже могу сейчас расскажу вот собственно говоря тут это прям вот первые 200 и следующие 200 байт ядра но следующие 200 байт они выглядят меняемо я сначала просто прочитал флешку начал ресерчить а потом когда мне уже надо было патчить мини бут я использовал такой переходничок что прямо флешку ты положил в кроватку в программатор зашил положил в кроватку припаянную на камеру и проверил да там спи ее можно было поэмулировать но эмуляторы они не поддерживали данную флешку там флешка с большого размера и эмуляторы которые там чаще всего используют они там для всяких биосов они флешки жирные не поддерживают к сожалению ну да ну это было не так геморно в этот раз потому что это сразу заработало то есть сразу было понятно что оно работает а дальше лишь правильно патчить что-нибудь еще для момент расшифровки или кварку расшифровки нет это можно использовать я так полагаю для всех для производителя духа и чипа ssc325 то есть это как бы единственное что вот привязано к чипу но если они где-то используют там контроллеры из этой же линейки с другим названием я думаю что вот меняется только строчка мне так кажется хорошо время провести интересно еще вопросы чаще всего это делают с помощью кастомных чипов или чипов которые умеют хранить фьюзы и проверять след модуль вроде мини-бута по подписи какой-то вроде RSA то есть чаще всего производители большие сохраняют свой ключ внутри контроллера публичный ключ и по этому публичному ключу ROM код может проверить следующий модуль который должен загрузиться если он подписан производителем на его приватном ключе то есть проверка будет пройдена и тогда передастся управление ну вот так это можно сделать ну так это и делают глупый вопрос но ты не пробовал гуглить битки из публичного ключа который в парк лучше да это забавно было я пробовал да что-нибудь еще ну наверное тогда на этом можно заканчивать пойду спасибо за внимание аплодисменты спасибо спасибо спасибо